Про Австралию я не могу избежать использовать, мне очень нравится использовать эти двух имидж, потому что есть вот этот классический имидж, записался добровольцем, когда солдат Красной Армии мобилизует добровольцев, а есть вот этот имидж, который использовался во время пожаров 2010 года, когда волонтеры сами мобилизуют себя. То есть вопрос, кто прежде всего использует эти платформы для мобилизации. И дальше вопрос, в каком месте эта платформа расположена. То есть происходит мобилизация гражданскими несистемными волонтерами, или это представители каких-то официальных государств, государственных организаций, и в какой степени активности, которую эта платформа предлагает, она высокая. То есть речь ли идет только о передаче информации о том, что вокруг видите себя, речь идет о том, что вы участвуете непосредственно в реагировании МЧС, или же это просто информирование, тогда пользователь остается пользователем пассивным. И вот в контексте вот этого системы координат можно более-менее найти любую платформу. И последний слайд. Мне кажется, чтобы, если мы говорим о подытоживании, основное, что стоит обсуждать, это то, как подобные платформы могут помогать интеграцией между государствами и негосударственными структурами, между различными типами волонтеров, потому что мы видели, что платформы разные, типы волонтеров бывают разными, но, естественно, что с точки зрения оптимального формата реагирования на критичную ситуацию, чем больше степень системы, чем больше степень координации между разными структурами, чем больше эффективность реагирования, и здесь вопрос, в какой степени эти платформы могут создавать новый формат взаимодействия. Что интересно, что в Австралии, не только в России, в Австралии тоже очень-очень много проблем. Всегда, со всеми, с кем бы я не встречался, все говорили о том, что есть проблемы бюрократии, есть проблемы инновации, есть проблемы взаимодействия между разными организациями, как я и сказал, их очень много, есть проблемы недоверия между спонтанными волонтерами и традиционными волонтерами. Но я бы хотел закончить вот этой цитатой из достаточно высокопоставленного сотрудника, начальника отдела службы реагирования ЧС Куинсленда, который, собственно, отвечает, в первую очередь, за пожары, за наводнения и поиск пропавших людей. И вот, что говорит Питер Джеффри, «Феномен спонтанных волонтеров, возможно, предлагает гибридные модели, в рамках которых мы должны понять, в чем наша основная квалификация и в особенности выделить нашу роль как лидеров». Все индикаторы говорят о том, что наше общество стареет, что наше общество меняется. Если мы не поддержим волну спонтанного волонтерства, если мы не будем в этом участвовать, то очень скоро мы можем оказаться маленькими маргинальной организацией, которая не способна соответствовать рождению жителей Куинсленда. То есть здесь есть некоторое понимание со стороны этих традиционных структур реагирования чрезвычайной ситуации, что в контексте возникновения новых информационных технологий, в контексте возникновения и масштабирования этого феномена спонтанных волонтеров, они обязаны как-то меняться, они обязаны для себя переосознавать и формулировать новые задачи, используя какие-то новые технологии, потому что иначе они становятся все менее и менее адекватными и в такой ситуации спонтанные волонтеры будут намного более доминирующей силой, которая просто их оставит где-то на задворках и делает их маргинальными. И здесь, конечно, опять же интересно, в какой степени не только информационные технологии способны предлагать новые решения, но и в какой степени традиционные организации способны понимать, что они вынуждены, они должны реагировать и не защищаться от инноваций, а пытаться как-то войти в это инновационное русло, меняться. И когда я даже с ним встречался, у них был какой-то хаос везде в офисе, я спросил, что произошло, а он говорит, знаете, у нас сейчас идет переорганизация, мы все отделы меняем названия, у нас очень большая внутри у нас организационная реформа, потому что мы поняли, что наша организационная структура уже не соответствует запросам, и мы полностью меняем то, как наша организация организовала. Вот, поэтому спасибо вам большое, мы с моей Калой, которую вы здесь, наверное, не видите, вас благодарим за внимание. Мне кажется, что опыт австралийский, он достаточно интересен и полезен, и, во-первых, потому что действительно ЧАЭС там очень похожие, и они используют похожие платформы, и главное, что проблемы, о которых они говорят, очень близки тем проблемам, которые есть и в России, и с этой точки зрения переосмысление какой-то австралийского опыта, может быть, нам поможет поставить какие-то основные вопросы, основные задачи для обсуждения, которые будут дальше здесь, какие задачи платформы, какие форматы координации, собственно, те вопросы, которые вы могли прочитать в интернете в контексте приглашения на это мероприятие. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.